После такой свадьбы молодоженам точно будет, что рассказать своим внукам. У алтаря они стоят с огоньком в глазах и маской на лице. Эти кадры точно войдут в историю. Белое платье, фата, а к ней еще и маска. Мария и Юрий Семеновы познакомились год назад на свадьбе у друзей. Прошлой осенью подали заявление в ЗАГС. Тогда пара и представить не могла, какая неординарная церемония их ждет. Мы ожидали свадьбу небольшую в кругу самых близких родных друзей. И поэтому, в принципе, по сути, выходит, конечно, еще уже, чем мы хотели. Но хотя бы так. Теплый, конечно же, потому что рядом были те люди, которые желают нам только добра и счастья. Гостей немного. По правилам послабления режима самоизоляции на церемонии, включая жениха, невесту и государственного регистратора, может быть не больше десяти человек. Зато собрались самые близкие. Один из родственников жениха – главный тренер сборной России по пляжному футболу. Конечно, непривычное ощущение. Достаточно удивительно находиться не так близко, не в таком, наверное, большом коллективе. Хотя свадьб довелось посетить достаточно много. И, конечно, это будет стоять особняком. Конечно же, запомнится свадьба не особым режимом, в котором она прошла, а главными атрибутами торжества – обменом польцами, праздничной обстановкой и свадебным танцем. В этом уверены Максим и Евгения Гавердовские. Их истории любви в этом году исполняется 10 лет. После снятия всех ограничений молодожены планируют собрать всех друзей на большое торжество. Ну, будет что вспомнить, да, конечно. За такой период времени мы немного адаптировались, а планировали, конечно, собрать сразу всех гостей, отметить с ведущим, ну, со всем парадом, как говорится, да, чтобы всех вместе собрать. Но вот так сложилось, но ничего страшного, мы хотя бы собрали всех самых близких людей. Прийти на церемонию регистрации вместе с родственниками стало возможным с начала этой недели. Во время самоизоляции молодожены расписывались без гостей вовсе. Многие проводили онлайн-трансляцию свадьбы для родных. Несмотря на такие ограничения, заявлений в ЗАГС меньше подавать не стали. С начала 2020 года только в Самарском теремке провели более 600 регистраций. Сотрудники уверяют, до конца года поженят всех желающих. Всем хватит дней, поверьте, потому что в период самоизоляции многие пары в период апреля, мая переносили активно свои заявления на летний период, вот на июнь, на июль. Так распределены слоты и работа с людьми, что все работает как часы. Мария Левина, Константин Головин. События.